Ферз против ладии. Это один из труднейших эншпилей в том случае, если на доске нет пешек. У защиты очень много ресурсов, и если правильно пользоваться ими, то только очень сильный шахматист сумеет достигнуть победы в течение предписанных правилами 50 ходов. Вот одно из типичных положений, которого черные могут достигнуть. Если бы ход был за черными, то задача белых была бы проста. Давайте посмотрим. В этой ситуации у короля есть единственный ход на d8. Тогда ферзь встает на поле a6. Ладья с места сдвинуться не может, поскольку она откроет короля. И король вынужден отойти от нее на d8. Ферзь бьет ладью. И мат очевиден. Король идет на поле e8. Ферзь идет на поле g7. Черный король на поле d8. И ферзь с поля f8 объявляет мат. А если черные пойдут ладьей, то она будет как бы выключена из дальнейшей игры. Черному королю придется убегать от белого ферзя, который вместе с тем сможет сбить ладью черных. И игра все равно закончится проигрышем черных. Смотрите, ладья ушла на b1. Обратите внимание, ладья может сделать ход только на поле, противоположное по цвету, полю своего короля. Иначе ферзь сразу же выиграет ее. Ферзь встает на поле e5 и угрожает черному королю. Тот уходит на поле a7. Ферзь перемещается на поле d4 и снова объявляет шаг черному королю. Тот возвращается на поле b8. Ферзь не оставляет в покое черного короля. И с поля h8 снова угрожает ему. У того известный путь на a7. Тогда ферзь белых встает на поле h7. И под ударом оказывается и король, и ладья. Король уходит на поле a6, а ферзь бьет ладью. У черного короля есть ход на поле a5, где его и настигает мат. Вернемся к первому ходу и посмотрим, как будут развиваться события, если ладья вместо поля b1 сделает ход на поле b3. Ферзь с поля e5 объявляет шаг черному королю. Король уходит на поле a8. Тогда ферзь делает ход на поле h8 и угрожает черному королю оттуда. Король делает ход на a7. Ферзь перемещается на поле g7. И король скрывается от шаха на поле a8. Ферзь с поля g8 объявляет шаг. И ладья перекрывает линию удара. А ферзь делает ход на a2, и черные проигрывают мат. Есть, конечно, и другие варианты ходов фигур. Но результат все равно будет такой же. Рассматриваем вариант, когда ход белых. И теперь нам надо направить усилия на то, чтобы заставить ладью отойти от защищающего ее короля и для этого привести игру к исходному положению, но так, чтобы ход был черных. Теперь, когда мы знаем, в чем состоит задача, найти решение будет не так уж трудно. Начнем с предупреждения. Белым нельзя начинать с хода перзем на a6. Посмотрите, к чему это приведет. Черные отвечают ходом ладьи на c7 и объявляют шах белому королю. Он уходит на поле b6. Ладья продолжает его преследовать и угрожает с поля c6. Тогда белый король бьет ее. И возникает патовая ситуация. Начинающие часто попадаются в эту ловушку. Вернемся к началу. Ферзь делает ход на поле e5 и угрожает черному королю. Тот уходит на поле a8. С таким же успехом он может уйти на поле a7. Тогда ферзь идет на поле a1 и оттуда объявляет шах черному королю. Он возвращается на поле b8. Ферзь встает на поле a5. И мы достигли своей цели. Как будут развиваться события дальше, мы уже знаем. И еще одно более трудное положение. Многие шахматисты были бы введены в заблуждение этой позиции. Наиболее напрашивающийся ход не является лучшим. Предположим, что мы начали так. Белый ферзь пошел на e5 и угрожает черному королю. Король уходит на поле f8. Белый король делает ход на g6 и черная ладья уходит на поле d7. Это единственная защита, но очень действенная, делающая задачу белых чрезвычайно трудной. Дальше белым нельзя играть ферзем на поле e6 ввиду ответного хода черных ладьей на g7 и угрозой белому королю. Белые уводят своего короля на поле f6. Ладья черных угрожает с поля g6. И ситуация сводится к ничьей. Вернем фигуру на место. Не ведет к быстрой победе и ход белого ферзя на поле c5 с угрозой черному королю, так как черные отвечают ходом короля на e8. Затем белый король делает ход на f6 и черная ладья с поля d6 объявляет ему шах, отгоняя его. Ознакомившись таким образом с трудностями, заключающимися в позиции, вернемся к исходному положению. Лучший ход ферзем на поле g5 с угрозой черному королю. Король уходит на поле h8. Ферзь идет на поле e5 и вновь объявляет шах черному королю. Он уходит на h7. Белый король делает ход на g5. И если теперь черные ответят ходом ладьи на поле g7 с угрозой белому королю, а тот уйдет на поле f6, то это приведет к позиции, подобной уже рассмотренной в предыдущем примере. Вернем тогда фигуры на место и посмотрим такой ответный ход черных. Ладья идет на поле a7. Ферзь с поля e4 объявляет шах черному королю. Король уходит на поле g8. Тогда ферзь с поля c4 угрожает черному королю. Он возвращается на поле h7. Белый король сделал ход на f6, тем самым существенно ограничив возможности хода черного короля. Ладья встала рядом со своим королем на поле g7. Ферзь с поля h4 угрожает черному королю. Он скрывается на поле g8. Ферзь встает на поле h5 и получается положение, создавшееся в предыдущем примере с ходом черных. Вернемся снова к началу. Белые начинают так же ходом ферзя на поле g5. Мы уже отмечали, что это лучший ход в этой ситуации. А король теперь делает ход на поле f8 вместо h8. Ферзь идет на поле d8 и оттуда угрожает королю черных. Он возвращается на g7. Белый король делает ход на поле g5 и встает напротив черного. Если сейчас играть продолжение таким образом, черный король идет на поле h7, затем белый ферзь встает на поле d4, а ладья с поля g7 угрожает белому королю, то это привело бы уже к знакомым позициям. Поэтому вернем фигуру на место и продолжим иначе. Лучшее поле для ладьи вдали от короля. И она делает ход на поле f3. Ферзь ходит на поле d4 и объявляет шаг черному королю. Тот уходит на f8. Начиная с пятого хода, рассмотрим два варианта развития событий. Сначала пусть белый король сделает ход на поле g6. Теперь, если белый ферзь в дальнейшем сумеет сделать ход на d8, то белые объявляют мат. Черные должны озаботиться этой ситуацией и не допустить ее. И они ставят под шаг белого короля ходом ладьи на поле g3. Белые должны немедленно отвести от удара своего короля. Что они делают, отправляя его на поле f6? Черная ладья возвращается на поле f3 и вновь угрожает белому королю. Король уходит на поле e6. И дальше ладья его преследовать не может из-за ферзя. Теперь черным грозит мат, если следующий ход белых будет ферзем на поле h8. Ладья уходит на поле h3, и теперь поле h8 находится под ее контролем. Тогда ферзь объявляет шаг с поля b4, и черные потеряют ладью. Давайте закончим партию. Черный король уходит на g7. Белый ферзь делает ход на g4 и опять угрожает ему. Черный король уходит на h6. К нему приближается белый король, встает в оппозицию и запирает черного короля на вертикали h. Тогда черная ладья нападает на белого короля, а сама оказалась битой белым ферзем. Черные потеряли ладью. И теперь уже победа белых практически неизбежна. Но давайте доведем партию до конца. Черный король делает ход на h7. Других ходов у него нет. Ферзь с поля b7 объявляет ему шаг. Черный король уходит на g8. Тогда ферзь встает на g7 и это уже мат. Как и обещали, вернемся к пятому ходу и посмотрим другой вариант развития партии. Раньше мы разобрали вариант, когда белый король сделал ход на поле g6. А теперь посмотрим, что произойдет, если ферзь с поля d6 объявит шаг черному королю. Король уходит на поле g7. Тогда ферзь угрожает с поля e5. И король возвращается на f8. Белый король встает на поле g6. И мы видим опять уже знакомую ситуацию, которая ведет к выигрышу ладьи. В этих примерах следует отметить, что соль выигрывающего маневра часто заключается в дальних шахах по диагонали и часто также в том, чтобы ферзь и король держались на разных линиях. Продолжение следует...